Время бизнес новостей на канале Кубань 24. Здравствуйте. Почему Новороссийская таможня не дает добро и когда Анапский аэропорт станет международным? Об этом расскажу прямо сейчас. Дождитесь. В небо в небо. Анапский аэропорт получил разрешение на строительство нового терминала. Главгосэкспертиза уже одобрила проект и работы начнутся в ближайшие месяцы, сообщили в базе Лайера. Новый аэровокзальный комплекс будет расположен на площади в 12 тысяч квадратных метров и сможет принимать и отправлять до 600 пассажиров в час. Добавлю, что увеличение пропускной способности Анапского аэропорта позволит воздушной гавани выйти на новый международный уровень. Планируется, что пропускная мощность терминала вырастет почти вдвое. При этом ориентировочная сумма инвестиций в проект оценивается более чем в 1 миллиард рублей собственных и заемных средств. База Лайера надеется ввести в строй обновленный аэропорт в третьем квартале 2016 года. Таможенные брокеры обвиняют Новороссийский торговый порт в преднамеренной задержке товара. Сразу несколько представителей российских компаний пожаловались на работу таможни. Среди них представители продуктовой сети Дикси, которая не может дождаться растаможки овощей и фруктов с того берега моря. Затянулась проверка не только продуктов питания, но и других товаров из азиатской страны. На запрос Кубань-24, правда ли существует запрет на досмотр товаров из Турции, сотрудники Новороссийского порта ответили однозначно нет. Официально представитель федеральной таможенной службы отказался от комментариев. А вот бизнесмены и с российской, и с турецкой стороны наоборот не собираются замораживать контакты. Мы вынуждены признать, что эта ситуация плохо повлияла на наш бизнес. Мы приехали на выставку, чтобы найти новых покупателей и дистрибьюторов, но наши планы выполняются не так хорошо. Теперь мы испытываем трудности, но надеемся, что этот инцидент не повлияет на отношения России и Турции, и сотрудничество наших стран продолжится и будет таким же продуктивным. Напомню, накануне в СМИ появились сообщения, что Москва может заморозить экономическое сотрудничество с Анкарой. Возможно, даже до полного запрета экспорта. Но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил с журналистом, что продуктового эмбарго с Турцией не будет. В декабре малый бизнес Краснодара подвергнется переписи. Краснодарстат проведет наблюдение за деятельностью этого сектора предпринимательства. В столице края предстоит обследовать более 93 тысяч субъектов. Мероприятие весьма масштабное. Оно продлится до апреля следующего года. Все данные наблюдения нужны исключительно для статистики и прогнозирования развития малого и среднего бизнеса. В налоговые и контролирующие органы информация не поступит, отмечают организаторы. Сейчас идет подготовка к переписи. Все подробности об этом можно будет узнать на сайте Краснодарстата. Краснодарстата. Мигрантов на Кубани стало больше. Как посчитал Краснодарстат, число прибывших в край выросло на 8% по сравнению с прошлым годом. В регионе растет число приезжих как из других регионов, так и из-за рубежа. В два раза больше людей приехало из Украины. А вот количество эмигрантов из Вьетнама и Афганистана наоборот сократилось. Что касается самих кубанцев, то уезжать стали чаще в Казахстан, Киргизию и Беларусь. Число эмигрантов в эти страны выросло за год в среднем в два раза. В Краснодаре в среднем каждый десятый житель состоит на миграционном учете. Работают одинаково, а получают по-разному. Зарплаты женщин в России на 30% ниже, чем у мужчин. Такие результаты приводит в своем отчете Международная организация труда. Неравноправие, скажут представительницы слабого пола, и будут правы. Руководствуясь принадлежностью к полу, работодатели зачастую занижают размер выплат. По данным организации, женщинам сейчас платят столько, сколько мужчины получали 10 лет назад. Самая большая разница в доходах в сфере информационных технологий. Следом идет образование, медицина, строительство и госсектор. Наименьшее расхождение в зарплате у тех, кто работает в сфере маркетинга и рекламы. Добавлю, что в рейтинге зарплатного неравенства Россия заняла 53 место из 145 стран. Смена караула валюты поменяли тактику. Теперь доллар укрепляется по отношению к рублю, а евро наоборот. Вот курсы от Центробанка. Американец стоит 65 рублей и 68 копеек, а европеец 69 рублей и 70 копеек. Это были самые интересные деловые факты к данной минуте. Всего доброго и увидимся на канале Кубань24. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»